Проанализировав ситуацию в регионе, правительство области и его руководитель определили основные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы, а также оптимальные пути их решения. В своем обращении Андрей Воробьев обозначил приоритетные проекты для каждой из отраслей. В области здравоохранения и медицины – это строительство перинатальных центров и налаживание инфраструктуры по обеспечению лекарствами. В области охраны детства – строительство детских садов и школ. Особой темой стали рабочие места и доходы граждан. Мы будем повышать минимальную зарплату в регионе. То есть работодатель будет платить больше. Этот инструмент также позволит нам замещать труд мигрантов, готовых работать буквально за копейки и без налогов. Предлагаю уже в мае увеличить региональный МРОД с 9 до 10 тысяч рублей. Но считаю, что в сентябре надо вернуться еще раз к этой теме. Согласно новой программе, произойдут изменения и в бюджетной сфере. В этом году, с 1 сентября, мы планировали проиндексировать зарплаты бюджетников на 6%. Но будет по-другому. Мы сделаем не одно, а два повышения. С мая на 6%, а с 1 сентября еще на 9%. Андрей Воробьев обратил внимание и на то, что у региона немало проблем. Прежде всего, инфраструктурные. Также не хватает социально-культурных объектов. Большой фонд ветхого жилья, свалки и неразбериха в сфере землепользования. Правительство Подмосковья намерено увеличить приток средств в региональную казну. С тем, чтобы уже в этом году приступить к решению наиболее острых проблем. Глава Ленинского района Сергей Кошман, присутствующий на обращении, отметил, что реализация программы главы региона станет залогом успешного развития Подмосковья и нашего района, в частности, на ближайшее будущее. Безусловно, мы будем работать и над строительством детских садов, и над улучшением социальной инфраструктуры, и работы ЖКХ, одним словом, всего широчайшего спектра, который постоянно будет на контроле органов власти. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.